Крыжовник обыкновенный, либо европейский, либо отклоненный. Всем известно, как выглядит крыжовник. Этот небольшой кустарник с шипами, колючками и вкусными ягодами растет едва не на каждом садовом участке. У растения крыжовник плоды не только вкусные и ароматные, они обладают противовоспалительными, мочегонными и общеукрепляющими свойствами. Чтобы вырастить на своем участке эту культуру и собрать богатый урожай, необходимо обеспечить ей оптимальные условия и уход. Описание и характеристики крыжовника обыкновенного Крыжовник обыкновенный, он же европейский крыжовник. Отклоненный крыжовник относится к семейству крыжовниковые. Оно представлено небольшим кустарником, вырастающим до 1,2 метра в высоту. Молодые побеги имеют зеленый цвет, но с возрастом покрываются темно-коричневой корой. По всей их длине растут небольшие шипы. Корневая система хорошо развита, уходит вглубь почвы на 2 метра. Внешний вид крыжовника обыкновенного у крыжовника тирлиста 3-5 лопастные яйцевидные или округлой формы. Листва окрашена в темно-зеленый цвет с легким опушением на внутренней стороне. Цветы красного или зеленого цвета растут поодиночке или парно. К сведению, цветы у крыжовника обои полые. Это значит, что сорт не нуждается в дополнительных растениях-опылителях. Цветение приходится на первую половину мая и продолжается 2-2,5 недели. В процедуре опыления необходимы насекомые, поскольку липкая пыльца не способна переноситься ветром. Сезон урожая наступает спустя 40-55 дней по окончанию цветения. В вопросе «Крыжовник – это ягода или фрукт?» можно самостоятельно ответить, изучив его плоды. Они представлены овальными или шаровидными ягодами длиной 10-12 мм. Могут иметь как голую поверхность, так и грубо-щетинистую. Обратите внимание, описание крыжовника различных сортов свидетельствует о наличии желтых, красных, багровых и зеленых плодов. Ареал распространения В природных условиях крыжовник семейство крыжовниковое произрастает в Западной Европе и Северной Африке. Нередко встречается в лесах Тверской, Орловской, Самарской, Рязанской и других областей Российской Федерации. Также дикий сорт крыжовника встречается в Средней Азии, Украине, на Кавказе, Закавказье и в странах Европы. Крыжовник растет там, где скалистая почва, на склонах гор и в их подножии, нередко встречается в лиственных лесах, у берегов рек, на лугах. Характеристика диких сортов Что такое дикий крыжовник, можно понять по его характеристикам. Раскидистый кустарник Высота около 2 метров Нетребовательность к почве И условиям Высокая мороза Устойчивость Хороший иммунитет к болезням, за исключением мучнистой росы Мелкие ягоды с кисло-сладким вкусом Химический состав ягод Все про крыжовник можно узнать по составу его ягод. В них содержится до 13% сахаров, до 2% яблочной, лимонной и других свободных кислот, витамина, в ЦР от 1% пектиновых веществ. Железо, фосфор, магний, кальций, калий, медь. Плоды дикого крыжовника важно. Польза плодов заключается не только в употреблении в свежем виде, но и в качестве конфитюры, варенья, жилья и мармелада. Вред крыжовника не выявлен, применение в современной народной медицине. Еще с давних пор люди знали все о крыжовнике, поэтому использовали его в народной медицине. Из его ягод готовили отвары и настои, обладающие желчегонными, послабляющими и мочегонными свойствами. Благодаря его богатому составу из полезных витаминов и микроэлементов ягоды рекомендованы при ожирении и проблемах с обменом веществ. По праву крыжовник может называться лекарственным растением. Особенности сезонного ухода Чтобы крыжовник обыкновенный давал хороший урожай на протяжении многих лет, необходимо соблюдать рекомендации по уходу за этой культурой. Полив и подкормка плодовый куст в процессе своего развития и плодоношения берет все необходимые вещества из почвы, поэтому подкормка является важной процедурой по его уходу. Ежегодно кустарнику требуются органические минеральные удобрения. Всего за сезон рекомендуется провести несколько этапов. Весной на один куст готовится состав из 10 литров компоста 50 грамм суперфосфата по 25 граммам сульфата аммония и сернокислого калия. Если куст раскидистый большой, рекомендуемая концентрация может быть увеличена в два раза. По завершению цветения под куст вносится Раствор коровяка, приготовленный в соотношении 1-5. На один плодовый кустарник достаточно будет 5-10 литров этого состава. Спустя три недели после второй подкормки ее повторяют. Используется также раствор коровяка в ранее определенном объеме. Обильный полив крыжовника Несмотря на то, что крыжовник – это неприхотливая культура, недостаток влаги негативно сказывается на качестве плодов. Увлажнять почву следует обильно, чтобы влага проникла на глубину. В ширину около 0,5 метра. Для этого первый полив совершается в небольшом количестве, а когда земля впитает в себя полученную влагу, заливают лунку большим объемом воды. Обратите внимание, правильно организованная процедура позволяет проникнуть влаги до корневой системы, а не испариться в верхних слоях. Мульчирование и рыхление Мульчирование и рыхление следует начинать с ранней весны, иначе слежавшиеся комья земли будут препятствовать проникновению воздуха корневой системе. Повторить процесс рекомендуется в первой половине июня, когда происходит активное развитие завозей и в начале сентября после сбора урожая. Сократить частоту полива можно с помощью мульчирования. Эта процедура подразумевает укладку слоя торфа, прелы, травы или соломы вокруг куста. Профилактическая обработка Если учесть, что крыжовник – это выносливое растение, которое обладает сильным иммунитетом, ему также необходимо. Профилактическая обработка Она подразумевает несколько этапов. Во время вегетационного периода проводится обработка кустов раствором бордоской жидкости или нитрофеном. По завершению цветения не в качестве профилактики появления мучнистой росы и других грибковых заболеваний культуры обрабатывается Слабым раствором бордоской жидкости летом можно совершать опрыскивание кустов мыльно-содовым раствором, когда на дачном участке Все плоды крыжовника собраны и повторяется обработка бордоской жидкостью. Обрезка крыжовника и другие кустарники требуют регулярной обрезки. Она может проводиться для оздоровления или придания компактного вида. Приступать к этой процедуре следует уже с начала весны удалению подлежат сухие, больные и поврежденные ветви. Формирующая обрезка кустов к сведению. Осенью процедура повторяется. На этот раз удаляются старые ветви и молодая поросль. Прореживание благотворно скажется на будущем урожае. Подготовка к зиме. Сначала осенит для подготовки кустарника к морозам. Проводится его обильный полив, носящий название «влагозарядного». А к ее концу землю под крыжовником перекапывают и удобряют. Молодые растения накрывают хвойными ветвями или специальным материалом. Взрослые кусты в укрытии не нуждаются. Размножение. Размножение крыжовника обыкновенного возможно несколькими способами – черенкованием. Для получения черенков в июне делается разрез верхней части ветки. Срез обрабатывается усилителями роста или помещается на несколько часов в раствор марганцовки. Далее черенки сажаются в отдельную емкость и накрываются полиэтиленом – делением куста. Куст выкапывается в конце лета и в начале осени, делится на несколько частей, после чего проводится посадка каждой из них. Польза этого метода представлена в умоложении растения отводками. Процедура совершается в середине весны. Пригибается к земле молодой побег, прижимается и слегка прикапывается. После процедуры должен остаться верхний край ветки. Полученный таким путем саженец можно отрезать от материнского куста в начале следующего сезона. Размножение крыжовника обыкновенного к сведению. Чтобы омолодить растение, его окучивают землей на высоту 2 третих. Когда из побегов вырастают новые корни, старые вырезаются, а растение пересаживается на новое место. Борьба с вредителями и болезнями. Чаще всего крыжовник обыкновенно подвержен мучнистой росе, опасному грибковому заболеванию. Реже встречаются мозаика, ржавчина, антракноз. Что касается насекомых-вредителей, на крыжовник нападает ля и огневка. Защитить растение можно с помощью регулярных профилактических обработок и соблюдения агротехники. Вокруг крыжовника скопилось много вопросов, где произрастает дикий его сорт, крыжовник, ягода или фрукт, какой вред у этих ягод и многие другие. Но, несмотря на них, эта культура произрастает в каждом саду и ценится своими вкусовыми качествами и полезными свойствами плодов.